Привет! На этой неделе Левада Центр провел опрос, в котором респонденту предлагалось ответить на вопрос-ловушку, поддержит ли он Андрея Семенова на выборах президента в 2018 году, ведь его поддержал сам Владимир Путин. За вымышленного кандидата в президенты уже сейчас готовы проголосовать 18% жителей России, причем 11 из них сами, своими ушами слышали о том, что Путин поддержал его кандидатуру на выборах. А все почему? Потому что нормальные люди во время прямой линии президента засыпают еще на этапе оглашения экономических успехов страны, а под такой монотонный бубнеж какой только Семенов не привидится. Ну что ж, я думаю, ЛДПР теперь надо выдвигать не Жириновского, а какого-нибудь реального Андрея Семенова, потому что он уже сейчас имеет большую поддержку и все шансы пройти во второй тур. Но вообще, я считаю, что вымышленный персонаж, конечно, лучше всего подойдет на должность президента. Более того, конкретно президента России Владимира Путина вообще без потери качества вполне может заменить Дональд Дак. Потому что, во-первых, совершенно непонятно, есть ли у Дональда дети, а если есть, как их зовут, какие у них фамилии, где они живут и чем занимаются. И, во-вторых, это, конечно, содержательность выступлений. Ну и, пожалуй, самое главное, у него есть племянники Вилли, Билли и Дилли, которые могут возглавить Саратовскую, Самарскую и Тамбовскую области соответственно. При этом, я думаю, что не стоит останавливаться только на вымышленном президенте. Все остальные чиновники идеальной России будущего тоже должны быть вымышленными. Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Чип и его заместитель Дейл. Председатель Государственной Думы Урфин Джуз и его деревянные солдаты. А вот и новый председатель правительства Российской Федерации и шесть его вице-премьеров. Председатель Следственного Комитета России Черный Плащ. Только свистни, он появится. Министр экономического развития Скуби-Ду. Как говорится, какое экономическое развитие такое и министр? И вот скажите, разве это не прекрасно, когда все встанет на свои места и, наконец-то, министром образования станет Незнайка, а паровозик из Ромашкова возглавит РЖД? А еще на этой неделе Любинский районный суд Москвы удовлетворил иск фонда соцгоспроект к Алексею Навальному и фонду борьбы с коррупцией, связанный с фильмом «Он вам не Димон». Теперь Навальный уже не первый раз должен по решению суда удалить некоторые фрагменты своего видео о бизнес-империи председателя правительства. С аналогичным иском ранее обращался бизнесмен Алишер Усманов. Я думаю, что каждый из участников фильма должен обратиться в суд и непременно его выиграть. Тогда мы получим на канале Алексея Навального настоящий шедевр. Встречайте, фильм расследования «Он вам не Димон». Давайте я вам расскажу забавную историю о том, как удали заш... Цаняш главный... Сейчас я расскажу обо всем по порядку. Срана РСОА СБА и о том с ней мириться. Удивительная способность нашей власти распилить все, что угодно, даже чужие видеоролики. Я думаю, агитацию Навального частично изымают, потому что власти хотят отката. Где-то кто-то что-то произвел, а им не досталось кусочка. Поэтому Навальному нужно беречь свою предвыборную программу, чтобы правительство и оттуда чего-нибудь не конфисковало. Наверное, поэтому он ее и не публикует. Так что я ничуть не удивляюсь, когда полиция заявляет, будто Николай Ляскин, глава московского штаба Навального, сам на себя организовал покушение. Раз уж ты попал в руки полиции, тебя не отпустят. Нет-нет, не важно, что ты был потерпевшим, настоящих преступников еще поймать надо. А ты вот уже готовенький, сам пришел, сам на скамеечке сидишь, уголовного дела дожидаешься. Я думаю, что просто так для Николая Ляскина это не закончится. И какую-никакую, а статью ему придумают, как минимум его посадят за пропаганду самоубийств. Такая неделя, такие новости. С вами была Марина Мизинова. Подписывайтесь на наш канал, а также, пожалуйста, не забывайте нам ставить лайки под роликом. Спасибо, что смотрите нас. Всем пока, увидимся через неделю. Субтитры сделал DimaTorzok